А еще я хотела сказать вам, уважаемые наши подписчики и люди, которые задают вопросы. Прежде чем задать вопрос, соберите в голове все, что вы хотите сказать, и все, что касается вашего ребенка. Вот такой мини-анамнез. Потому что стало встречаться с чем я? Конечно. Зададут вопрос, задают вопрос один. А оказывается, вы и на учете у невролога стоите, и в анамнезе у вас инкубатор во время родов. Там внутричерепное давление. И, в общем, у вас там такой набор проблем, что я сижу, ломая голову над вот этой проблемой. Как с обычным ребенком, да? Да, как с обычным ребенком. А у вас, оказывается, здесь уже такой букет всего, который, в общем-то, этот букет и описывает, и есть при тече вот к этому вот следствию, скажем так. Пожалуйста, не утаивайте. Вместе вот с этим вопросом перечисляйте. Возраст, как прошли роды, у кого вы уже на учете находитесь, какой диагноз у вас есть, какие меры вы по этому делу предпринимаете, пьете ли вы лекарства, ходите ли вы какую-то на терапию, занимаетесь ли. Вообще у вас чистый лист, и вы ничего не делали, и вот появилась вот эта проблема. Пожалуйста, в общем, с проблемой, с вопросом пишите все то, что вы вообще знаете о ребенке. Тогда мне будет легче понимать, что это. Не буду туда стрясать воздух, ломать голову, а оказывается, это вот это, вот это, вот это, вот это. Будет мне проще намного ответить на ваш вопрос. Вот. Надеюсь на понимание и вашу незабывчивость. Не скрывайте ничего, лучше анонимно как-нибудь напишите, если там, допустим, стесняетесь чего-то. Вот. Но расскажите все, всю подноготную. У меня был такой случай, я с одним ребенком три месяца индивидуально занимаюсь, никак не могу пробиться сквозь психические процессы, никак у нас сдвига нет, ну никак, я уже всю голову сломала. У мамы по 50 раз она нас собрала. Я спросила, точно у него ровно стоять? Точно никаких диагнозов нет? Ну, в общем, и вот ночами уже не сплю. Ну что же у меня с ребенком, почему у меня не движется ничего? И случайно подслушала ее разговор по телефону, что вот они сейчас идут еще раз энцефалограмму делать. Я спрошу, а почему вы энцефалограмму, эго, эго, эго это идете делать? Она говорит, а потому что у нас опухоль в головном мозге. Я говорю, как опухоль, как? Я ночью уже не сплю, думаю, что с вашим, с вашим сыном голову ломаю, как вам помочь, а у вас там опухоль. Да все, все на этом заканчивается, вся терапия заканчивается, я ничем помочь не могу. И ребенка нужно отпустить, и деньги маме в кармане останутся, и я хоть по ночам начну спать. Пишите все. Пишите все, что знаете о своем ребенке, пишите. Лучше лишнего напишет, да? Да, лучше лишнего. Как сосал, как ползал, как родился, что по шкале Абгар поставили, у каких врачей стоите на учете, как мелкая моторика работает, как пошел поздно или не поздно, кисареная-некисареная, и коль-некой этот ребенок. Все, что вы знаете, вот все, что вас отличает от классики, скажем так, от обычного ребенка, если что-то у вас есть отличительное, все пишем. Пусть будет лишнее. Потому что во всех вот этих вот нюансах кроется разгадка вот к этому, к вашему вопросу. Да, а главное, конечно, всем вам здоровья, здоровья вашим детям, всем желаю огромной безумной удачи, всех жалко, всем хочется помочь. За всех вот этих вот детей, у которых что-то приключилось в родах, очень переживаю. Почему-то эти учащаются случаи. Мне кажется, врачи виноваты. И, конечно, прошу прощения, если врачи слушают, но мне кажется, что-то в родах происходит, когда вот детей из нас помогают нам родить, из нас вытаскивают, голову-то здесь вот поворачивают в этот момент. Может быть, сильнее повернули, может, не дотянули, может быть, забыли, может, потеряли. И вот в шее что-то происходит. В общем, вот в этот вот момент одно дело зачать, другое дело выносить, а вот еще родить, вот это вот правильно извлечь ребенка из матери, и вот здесь вот что-то вот происходит. У меня вообще ребенка уронили. Я когда рожала сына, звезда вообще куда-то отошла, а он у меня здесь вывалился, и только слышу, как костями об стол обжелезный звяньк, она такая, и побежала. Я тоже хотела сказать, где ты была-то вообще? Рожаем же, все, все, уже, все, по-таки уже ребенок вышел практически. То есть ребенок из меня вывалился головой, лбом, он с таким рогом, еще с синяком ходил, я не знаю, мне кажется, месяца два. Дзвяк об этом, представляешь, пришел в мир ребенок, не в руки, в теплые, а вот так вот. Гематом на лбу было долго. Вот, так что удачи вам всем, всем хороших родов, всем всего хорошего, чтобы ни лекарств, ни инкубаторов, ничего не было, чтобы все было замечательно. Все, всем удачи, мы побежали. Спасибо.